Доброе утро, коллеги! Скажите, пожалуйста, как меня слышно, как видно? Если всё хорошо, то мы начнём. Видно и слышно. Отлично! Ещё раз доброе утро! Меня зовут Акиольна Екатерина, я бренд-тренер Жармен де Капучини. И сегодня наша тема будет касаться ухода за кожей с розацией. Но перед тем, как мы начнём данную тему, хочется немножко, пару слов буквально сказать о истории бренда, если вдруг кто подключился к нам впервые. Итак, давайте начнём. Жармен де Капучини – это эксклюзивный испанский бренд, существующий с 1964 года. Занимает он лидирующие позиции по всему миру среди салонной косметики. Бренд получил призвание Королевского двора Испании и является официальным поставщиком лучших отелей мира и салонов премиум-класса. Более чем в 80 странах. У Жармен де Капучини есть своя собственная лаборатория, которая считается одной из самых передовых и оснащённых в мире. Также разработки Жармен де Капучини в области косметологии имеют международные сертификаты и удостоены множество наград. Среди таких наград премии журналов Vogue, Glamour, Cosmopolitan и многократные награды Beauty Shortlets Awards. Отличительной особенностью бренда и своего рода фишкой даже являются уникальные протоколы процедур и эксклюзивные техники массажа. Ассортимент в России представлен порядком около 500 наименований, где есть средства по уходу за лицом и за телом. Делится он на несколько разделов. По уходу за лицом это базовые уходы, которые подходят для любого типа кожи, являются всесезонными и решают ряд эстетических проблем. Эксклюзивные, в которых представлены передовые комплексы активных компонентов и разработаны специализированные массажи. Космецевтика это высококонцентрированные средства, которые можно включить в любую профессиональную программу, а также защитные средства до, во время и после загара. Что касаемо ухода за телом, то это корректирующие программы, антицеллюлитные, лифтинговые, дренажные. СПА программы здесь будет сочетание ароматерапии и уход уже за качеством кожи. И также немаловажные антиоксидантные уходы. Это линия С+, направленная на профилактику старения, борьбу с пигментацией и борьбу с гликацией. И давайте перейдем к теме нашего вебинара. Это особенности работы косметолога с кожей при розации. Какой у нас сегодня план, можем ознакомиться на слайде. Во-первых, мы разберем само заболевание, чем оно характеризуется, как проявляется и как правильно диагностируется. Какие есть распространенные ошибки в уходе за кожей при розации и особенности ухода в период стойкой ремиссии. Какие решения мы можем вообще предложить нашим клиентам с помощью жормы де капучино. Итак, розация это хроническое воспалительное заболевание. Проявляется оно покраснением и появлением расширенных сосудов на коже лица. Также появлением папул и пустул, которые в типичных случаях располагаются в центральной зоне лица. То есть на носу, на подбородке, на лбу и щеках. А показатели заболеваемости розация в Европе и США варьируют примерно от 1 до 20%. А в России этот показатель составляет около 5%. Но за последние 10 лет количество людей с диагнозом розация, к сожалению, на порядок выросло. А наиболее часто вообще розация диагностируется среди людей с первым и вторым фототипом. То есть такой достаточно светлой кожей. И, конечно же, значительно реже у третьего, четвертого фототипа. Вообще у афроамериканцев и азиатов практически, ну, прям совсем редко встречают это заболевание. И это может указывать также на генетический фактор, который обуславливает развитие этого заболевания. Ну, и, конечно же, на развитие заболевания влияет и гендерный признак. У женщин заболевание встречается в полтора-два раза чаще, чем у мужчин. Какая же этиология у розация? На самом деле, на нынешнее время, на 2021 год, этиология розация, вот в истинном ее понимании, к сожалению, до конца еще не изучена. Сейчас идет активное ее изучение, но некоторые предложенные комбинации включают, во-первых, неадекватную вазомоторную регуляцию, то есть бесконтрольное сужение и расширение кровеносных сосудов. Нарушение венозного оттока с лица, увеличение количества фолликулярных клещей, это демодукс в фолликулеру, повышение ангиогенеза, концентрация ферритина и активных форм кислородов в крови. Также есть место дисфункции антимикробных пептидов. Например, это кателицидин. В настоящее время именно к кателицидину отводится значимая роль в развитии розации. Уровень кателицидина в пораженной коже значительно повышен при всех подтипах розации. Их мы, кстати, разберем совсем скоро. Его продукция, кателицидина, значительно увеличивается при ультрафиолетовом излучении за счет того, что синтезируется витамин D при высоких температурах и инфекционных агентах. Когда кателицидина становится много, то он начинает притягивать химокины. Это такие белки, основная функция которых вызывать миграцию в зону воспаления различных типов клеток. Например, лейкоцитов, гистиоцитов, тучных клеток и так далее. Это приводит к усилению иммунного ответа, начинает делиться эндотелий сосудов и происходит ангиогенез. То есть начинают произрастать новые сосуды. Вследствие этого формируется стойкая эритема и телеангиэктазии или сосудистые звездочки, как это в простонародии принято называть. Какая же характерная клиническая картина? При этом заболевании. То есть розальция у нас, как мы знаем, поражает преимущественно центральную часть лица. Может быть это обусловлено тем, что здесь находятся зоны иннервации тройничного нерва. И также высокая плотность стальных желез. К клиническим проявлениям на постоянной основе является стойкая эритема более трех месяцев. С локализацией преимущественно в Т-зоне. Наличие расширенных сосудов телеангиэктазии, папул, пустул. И при более серьезных уже стадиях может наблюдаться отек, поражение глаз и фематозное разрастание тканей. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. На слайде представлены четыре подтипа или субтипа розации. Первый подтип это эритематозно-теангиэктатическая. Характеризуется она эритемой и расширением сосудов разных стадий. Второй подтип это уже папулопустулезная форма. Появляются воспалительные элементы на фоне эритемы в центральной части лица. Третий подтип это уже фематозное, при котором происходит увеличение толщины эпидермиса, образование узловатых разрастаний в области носа, лба и подбородка. Ну и четвертый подтип, офтальморозация, поражается уже область глаз. С третьим и четвертым подтипом мы сегодня на нашем вебинаре дело иметь не будем. Зато рассмотрим более детально первый и второй, так как именно с ним мы можем поработать. Существует три степени каждого субтипа. То есть это легкое, среднее и тяжелое. Что касаемо эритематозной, то часто присутствуют жалобы на периодически возникающее чувство жара, жжения и зуд, который усиливается после физической нагрузки, каких-либо стрессовых ситуаций, воздействия низких или высоких температур. А также употребление горячей и острой пищи и также алкоголя. При прогрессировании розация на фоне эритемы появляется еще и умеренный отек. Эритема приобретает синюшный или более насыщенный оттенок и может распространяться на прилегающие участки щек, лба и подбородка. Вне зависимости от степени тяжести, при этом подтипе присутствует воспалительная реакция. Легкая степень при папуло-пустулезном типе характеризуется малым количеством папул и пустул фоновой эритемы. Если мы говорим о средне-тяжелой, то количество папул возрастает, а эритема приобретает застойный характер. Если степень уже тяжелая, то характеризуется большим количеством высыпаний, появляется отечность, очаги могут даже сливаться, образуя мляшки. Какие же основные распространенные ошибки в уходе за пораженной розацией кожи? Во-первых, это отсутствие увлажнения. Многие думают, что если есть хроническое заболевание, как розация, то не нужно ничем пользоваться. На самом деле это очень большая ошибка, обязательно при вот этом патологическом состоянии нам нужно увлажнение. Дальше использование абразивных средств, скрабов. Ну, как мы знаем, даже на здоровой коже нам нельзя резкие абразивные крупные частички скрабов использовать. Дальше использование ретиноидов и салициловой кислоты в уходе также запрещено. И большая ошибка является игнорирование солнцезащитных средств. При этом состоянии защита нужна круглогодично. Какая же тактика использования средств нам необходима при розации? При таких клинических состояниях мы используем, во-первых, очищающие и увлажняющие дерматокосметические средства. Обязательно используем средства с SPF не менее 30. И также при необходимости можно использовать камуфлирующие средства, тамбиби и сиси-крема. И давайте перейдем уже к средствам, которые мы сегодня будем обсуждать. Для кожи в период ремиссии или при первом подсипе аритоматозно-телеангиэктотическом мы можем использовать линию для чувствительной кожи соудиликейт. Линия состоит из профессионального и домашнего ухода. Какие основные задачи решает данная линия? Это устранение признаков аллергического дерматита, устранение и предупреждение последствий вредного воздействия суровых погодных условий, которые сейчас у нас тоже начнутся. Мороз, ветер и в летнее время это солнце. При пониженной переносимости косметических средств и опять же мы можем эту линию использовать в любое время года. Что касаемо активных компонентов в этой линии, то есть это фитоактивные экстракты. Здесь эксклюзивное сочетание натуральных экстрактов. Это люпин, кукуруза, арника, календула, морковь, рис, мелиса, которые имеют успокаивающее и смягчающее действие, а также стимулируют механизмы самозащиты. И есть такой комплекс, Defensive Complex называется. Он находится в составе средства SOS D-Synthetizing, это SOS средства. В составе розмарин, чай, ромашка, лакрица и цинтелла азиатская, которые имеют успокаивающий и антиоксидантный эффект. Действия после применения мы можем видеть уже сразу же. Во-первых, кожа начинает становиться более увлажненной и напитанной, повышаются защитные функции, восстанавливается структура, постепенно снижается порог чувствительности, быстро устраняются неприятные ощущения, которые свойственны для чувствительной кожи или кожи с розацией, и, конечно же, смягчающие и успокаивающие действия. И начнем мы с профессионального ухода. Он состоит вообще из четырех этапов. Это этап активации, массажа, восстановления и завершения. Первым шагом, шаг активации, мы наносим сыворотку на лицо, шею, декольте до полного впитывания. Сыворотка имеет достаточно легкую структуру, очень хорошо впитывается, прекрасно увлажняет и дает успокаивающий эффект. В составе здесь алантаин. Он нейтрализует вредное воздействие свободных радикалов, ускоряет регенерацию тканей и замедляет старение клеток. А также способствует заживлению и восстанавливает барьерные свойства, что очень важно для людей, страдающих различными видами дерматитов. И гидрогенизированный лицетин образует защитный липидный барьер на поверхности кожи, который нормализует трансспидермальную потерю влаги. Следующий шаг. Мы проводим специализированный массаж для чувствительной кожи. Есть специальный массажер Мэнде Капучини, который мы можем использовать в данной профессиональной программе. Он очень легкий, с нежными движениями, подходит для кожи в стадии ремиссии. В составе здесь мочевина, которая размягчает верхний роговой слой кожи и хорошо и глубоко увлажняет. Следующий этап. Это нанесение маски. Или по-другому он называется восстановление. Маска придает приятное ощущение свежести, покоя, комфорта, уменьшает красноту, дарит коже лица здоровое сияние. Немножко не относится сейчас к данной теме, к теме розации, но если вдруг вы делаете чистку, напомню, что при розации никаких чисток, ни ультразвуковых, ни тем более механических мы, конечно же, не делаем. Но если вы делаете на обычной, на здоровой коже или на коже с первой или второй степенью акне, то вот эта маска после чистки просто мгновенно убирает все покраснения. Далее, четвертым шагом у нас будет завершение. В завершении мы, конечно же, наносим успокаивающий крем для чувствительной кожи. Он прекрасно увлажняет, питает кожу, снимает покраснение, сухость и зуд. В составе есть комплекс церамидов. Это липиды, которые являются неотъемлемой частью защитного барьера кожи, поддерживают функции и способствуют удержанию влаги. Это была профессиональная линия. Сейчас мы перейдем к домашнему уходу. В домашнем уходе у нас здесь не так много средств, ну, потому что для чувствительной кожи. Италия, сейчас простите, пожалуйста. В домашнем уходе у нас не так здесь много средств, поскольку уход за чувствительной кожей у нас достаточно ограничен. Здесь для постоянного ухода у нас есть крем в двух текстурах. Есть крем для сухой кожи и крем для нормальной кожи. Различаются они текстурами. Соответственно, да, чем суше кожа, тем, соответственно, нам нужен более питательный крем. Крем для сухой кожи дает увлажнение и питание, собственно, да, как и для нормальной кожи. Придает мягкость, успокаивает, восстанавливает и лицо выглядит вдохнувшим. Для нормальной же кожи более легкая текстура и такая достаточно тающая даже на лице. И действительно лицо после этого крема выглядит вдохнувшим. Кстати, его еще очень хорошо использовать после каких-то не сильных лазерных процедур, например, такой очень-очень легкой поверхностной полировки лица. И есть сыворотка для лица СОС. Это средство с быстрым и мощным успокаивающим эффектом, которое обладает также регенерирующим и антиоксидантным действием. Сыворотка наносится перед кремом, либо для нормальной, либо для сухой кожи. И в составе здесь также гидрогенизированный лецитин, масло риса, виноградных косточек, ши, розмарина и подсолнечника. И перейдем к другой линии. Это линия Бекалм. Она уже относится к средствам эксклюзивного ухода. Вообще Бекалм – это экспертный дерматокосметический уход для кожи, страдающей чувствительностью и непереносимостью, так как при розации. Основные показания для применения – это ощущение зуда, разражения, покраснения после использования определенных либо косметических средств, либо после ежедневного очищения, изменение климата, стресс, признаки купероза, наличие атопического дерматита, розация, контактного дерматита или акне. Если лицо краснеет при физических упражнениях и даже если есть раздражение после ежедневного бритья. Также можно эти средства использовать, опять же, после агрессивных процедур, после пилингов, после различных лазерных процедур в период реабилитации. На слайде вот здесь указаны состояния внутренние и внешние, которые могут повлиять на чувствительность кожи помимо основной нашей сегодняшней темы – темы розации. Это и косметические средства, которые являются неподходящими или содержат раздражающие вещества, например, ретинол, кислоты, если пилинги какие-то были, определенные эстетические процедуры, которые повышают уязвимость эпидермиса, лазерная шлифовка, фототерапия, лифтинг, у мужчин бритье может привести к раздражению, некоторые лекарственные средства, в основном кротикоиды, климатические факторы – холод, солнце, ветер, жара. И внутренние факторы – пигментация, первый фототип – тонкий роговой слой или нарушение его целостности, снижение увлажнения эпидермиса, гиперфункция потовых желез и так далее. Даже психологические факторы могут повлиять, такие как стресс, депрессия. И гормональные изменения, которые связаны с половым созреванием, менструальным циклом, беременностью и менопаузой. А поскольку кожа при патологических состояниях практически лишена барьера и нормальной бактериальной флоры, их необходимо воссоздать. Для восстановления равновесия бактериальной флоры и активизации естественных защитных механизмов кожи был создан уникальный комплекс – Skin Biome Repair. Этот комплекс состоит из двух компонентов. Это фрукта олигосахариды, это пребиотики, которые избирательным образом способствуют развитию бактерий, обеспечивающих естественную защиту кожи и нейтрализующих микроорганизмы, связанные с нарушениями кожи. И лизат фермента лактококус – это пробиотические бактерии в неактивной форме, которые улучшают клеточные циклы в верхнем слое кожи, увеличивая производство антимикробных пептидов, которые останавливают рост оппортунистических или нежелательных бактерий. Skin Biome Repair вызывает обновление и регенерацию кожи и сокращает признаки старения, которые преждевременно, естественно, появляются на чувствительной коже. Дерматокосметика линии B-Calm имеет 100% совместимость со всеми типами кожи. Дозировка консервантов здесь минимальна. Минимальный риск аллергической реакции, отсутствие отдушки и эфирных масел, а также безвоздушная технология в кремах, которая позволяет ограничить количество консервантов и предотвращает загрязнение и окисление. Помимо комплекса Skin Biome Repair, здесь еще есть экстракт ягод тасманийского перца. Он достаточно быстро успокаивает, уменьшает зуд и изжение, также сокращает уритему. Сенсипептид сокращает воспаление, снижает риск аллергических реакций и укрепляет кожный барьер. Инмуглюкан улучшает способность чувствительной кожи к защите. Экстракты Нарцисса и Лакриция оказывают интенсивное действие по сокращению покраснений. И гидрогенизированный лицетин сокращает шелушение и восстанавливает гибкость кожи, а также сокращает раздражение. Профессиональная программа, здесь также есть профессиональная и домашние уходы. Программа начинается с нанесения 2-3 сыворотки СОС-бальзама до полного впитывания. Затем наносим маску из биоцеллюлозы, а после экспозиции распределяем остатки бальзама по коже. Вообще профессиональная программа, это направлено на восстановление баланса и микрофлоры поврежденной чувствительной и раздраженной кожи. Как результат, более успокоенная, увлажненная кожа у клиентов наконец-то наступает облегчение, снятие раздражения и зуда. Кожа выглядит очень расслабленной, наконец-то. Очень хорошо применять данный профессиональный уход как реабилитацию после лазеров, как я уже вам говорила, но хочу заметить, после которых нет кровяной росы и вообще нет активных повреждений ткани. Это у нас был профессиональный уход. Теперь перейдем к важному домашнему уходу, что мы будем прописывать своим клиентам в домашний уход при розации. Начинаем мы всегда с умывания. И здесь это мицеллярный гель для кожи с повышенной чувствительностью. Он эффективно удаляет макияж, не нарушает PH и быстро снимает ощущение жжения и зуда. Здесь в активных компонентах как раз-таки есть мицеллы на основе сапонинов, таких растений, как шикакай, пустынный финик и корни гипсофилы. Применение, как обычно, мы очищаем кожу утром и вечером. Интенсивная сыворотка SOS это опять же SOS-средство, которое можно использовать как на все лицо, так и точечно. Мгновенно успокаивает кожу, уменьшает чувствительность, снимает застойные явления и придает коже равномерный тон и мягкость. Также в домашний уход на постоянную основу мы прописываем увлажняющий крем с комплексом Skim Bion BP в текстуре Rich и в текстуре Light. Текстура Rich направлена на очень сухую кожу, Light на сухую, нормальную. Восстанавливает данный крем микрофлору, укрепляет защитные функции кожи, сокращает раздражение, увлажняет и успокаивает. Можно наносить крем утром и вечером, или утром или вечером, и также еще можно использовать как дневной и ночной уход. То есть в дневной уход мы берем крем Light, более легкий, а на ночной уход мы берем текстуру Rich как более питательную и плотную. И как я сказала в самом начале, при первом и втором подтипе розация, папулопустулезном второй тип и ритоматозно-тилеангиокнатическом первый тип, мы можем использовать корректирующие камуфляжные средства. Что немаловажно, вот этот камуфлирующий крем с фактором SPF. Он мало того, что камуфлирует, еще и успокаивает, смягчает, снимает застойные явления кожи и имеет зеленые корректирующие пигменты, которые эффективно нейтрализуют покраснение. Ну и, конечно же, мы всегда должны помнить о защите. Здесь мы используем защитные средства. Это два средства. Первое из линии Excel TherapyO2 с молочным белком и MPC Defense комплексом. Это комплекс биологически активных цитокинов, которые умно и целенаправленно налаживают межклеточные связи. И липидные наноструктуры, которые способствуют проникновению цитокинов через слои кожи, благоприятствуя ее защите от вредного воздействия. И из линии косметических средств SynergyAge защитная эмульсия. Здесь в составе ингредиенты Aox Pollution Plus, один из самых мощных из известных антиоксидантов, защищает клеточную ДНК от окисления. NanoSkin Barrier, терморегулирующие наноструктуры, они создают прочный и неоклюзивный барьер, защищающий кожу от воздействия погодных изменений. Кожа может эффективно противостоять низким температурам, а также другим сложным погодным условиям, ветер, дождь и так далее. И биологически активные полипептиды, полученные из молока. Они способствуют регуляции противовоспалительных и регенеративных функций кожи, сокращают покраснение, раздражение, нормализуют и восстанавливают липидный барьер, ввиду чего эффективно воздействует на кожу. Барьерная функция, которая нарушена. И, что немаловажно, у обоих средств фактор защиты равен 50. То есть это достаточно сильная защита. Ну что, коллеги, мы с вами разобрали все средства, которые мы можем использовать в первой или втором, при первом или втором подтипе розация. Я благодарю вас за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, с радостью на них отвечу. Задавайте их в чате. Вы можете подписаться на наш инстаграм «Жермен Раша», где много нового и интересного. Если после вебинара остаются у вас какие-то вопросы, вы можете задать их по телефону, указанному на слайде. И напоминаю, что для участников семинаров и вебинаров действует скидка 10%, которую можно воспользоваться в течение пяти рабочих дней после мероприятия. И хочу еще провести анонс совсем скоро, 18 ноября, в 3 часа дня, у нас будет новый вебинар под названием «Моделируем фигуру к Новому году с Жермен де Капучини». Что будет входить в этот вебинар? Программа «Ремоделирование силуэта Perfect Forms» с целью «Программ Плюс». Программа для уменьшения объемов Perfect Forms Lipostock Extreme. Антицеллюлитная программа с бандажами Perfect Forms. И рекомендации по уходу дома. Коллеги, если у вас вопросов больше нет, тогда я еще раз благодарю вас за внимание. Большое спасибо, что подключились. Спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова